Мы все привыкли, что 1 апреля ничего не может быть по-настоящему. Все не всерьез, как бы понарошку. Но у нас в клубе все далеко не так. Сегодня благотворительная игра команды Вадима Галыгина, а значит, все очень серьезно. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Лучшие знатоки нашей страны сражаются с телезрителями. 6 вечеров на телеканале ОНТ «Весенние игры. Что? Где? Когда?» В «Весенних играх» приняли участие команды Алены Повышевой, Леонида Климовича, Алексея Купрякова и Сергея Буяна. Через неделю финал года в нем завоевала право участвовать команда Алены Повышевой. А мы начинаем трансляцию специальной благотворительной игры. Сегодня против телезрителей выступит команда, представляющая творческую элиту Белоруссии и России. Команда Вадима Галыгина. Писатель Евгений Гришковец. Дизайнер и живописец Владимир Цеслер. Кинорежиссер Владимир Янковский. Телеведущая Ольга Богатыревич. Ведущий Вячеслав Бондаренко. И капитан команды, телеведущий шоумен Вадим Галыгин. Сегодня против команды Вадима Галыгина играют. Михаил Бас, Могилев. Татьяна Корзун, Витебск. Эльвира Безюкевич, Воронова. Роман Аркадашвили, Баку. Елена Рапорович, Минск. Мария Глушак, Калинковичи. Дмитрий Скородулин, Заречья. Дмитрий Михович, Брест. Виктория Береснева, Муравилья. Галина Переверзева, Радашковичи. Наталья Дормашова, Гродно. Наталья Розум, Синегова. Сектор Эксперт. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Сегодня у нас необычная игра. Все деньги, которые заработают игроки, будут перечислены на благотворительные цели. На счета Белынической вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставленных без помечения родителей. Каждое выигранное очко принесет команде, а значит и детям, 500 тысяч рублей. У нас в гостях директор школы-интерната Николай Дериповский. Добрый вечер, господин Дериповский. Добрый вечер, господин ведущий. Вы, как всегда, хотите что-то нам сказать, наверное. Да, мы уже на протяжении двух лет с вами, с вашей помощью, осваиваем те средства, которые каждая команда пересылает нашим детям. За последние деньги мы купили два компьютера для учебного класса. Господин Дериповский, пусть они будут не последними для вас. Я тоже так надеюсь. А сегодня дети передали Вадиму Галыгину, капитану команды, картину, которую нарисовали в кружке юных художников. Дети сами нарисовали картину. Да. Прошу вас, представьте нам картину. Ох, какая красота. Это вид у вас в Белынчах такой красивый, господин Дериповский? Да, это ранняя весна в Белынчах. Господин Галыгин, это вам. Спасибо огромное. Передайте им большой привет. Мы сегодня подбирайте. Спасибо. Господин Дериповский, вы обещали, что в режиме дня своих воспитанников вы будете делать исключение для нашей программы, и по пятницам дети будут ложиться спать чуть позже. Вы выполняете свое решение? Сегодня они болеют за команду, поэтому спать лягут позже. Ну и хорошо, повезло детям. А у нас повезло за речью. Против вас играет Дмитрий Скородулин, поселок Заречья, Минская область. В 1912 году Британская Королевская почта разрешила инспектору почтового хранилища в шотландском городе Эдинбург нанять нового сотрудника. Всего за шесть пенсов в неделю этот сотрудник им обходился. Внимание, вопрос. Господин Цеслер, а в чем заключались обязанности этого сотрудника? Почему, собственно, Владимир Цеслер? Голубь, почта, голубь. Голубиная почта, собака. Что еще? Собака. Кот. Я читал все это. А шесть пенсов в неделю обходился? Это на еду, да, наверное? Да, да, да. На еду, естественно. Это или голубиная почта, или... Ну, голубиная – это хорошая идея. Хорошая версия. Что еще, еще, еще? Что у них? В 1912 году им понадобилось. 12-й год, 1912 год. А война никакая не была. Это не Первая мировая, нет, не через линию фронта летал. Внутренние какие-то... Эдинбург, город Эдинбург. Шотландия. Шотландия. В горы, может, он куда-то летал. Через горы. Послушайте, я сейчас читал... В труднодоступные горные районы. Кота взяли просто на работу, мышей ладить. Может, это... Почта, почта, почта. Почта. На почту, чтобы... В труднодоступные районы, чтобы он мог... А, чтобы не ели мышей, бы... Да. Они уж и... Не съедали. А, кстати, да. Пить бы они съедали. Кстати, да, интересно. Ну, конечно, еще, еще. Голуби. Кот. Кот. Кот лучше. Тишина. А в команде, господин Галагин, кто будет отвечать? Отвечать будет Вячеслав Бондаренко. Добрый вечер, господин Бондаренко. Добрый вечер, господин ведущий. Прошу вас. Мы рискнем ответить, что это был кот. Господин Бондаренко, вы же всю минуту про голубей рассказывали. Ну, вот, убедили меня в том, что, видимо, это все-таки должен был быть кот. Господин Бондаренко, ну, на самом деле, был вопрос немножко иной. Вы запамятовали. А в чем заключались обязанности этого сотрудника? Обязанности его заключались в том, чтобы освобождать, видимо, то помещение, где находилась сама почта, от вредных зверей, мышей и крыс. Кто-то подсказывает вам. Янковский, господин Судяковский. Нет, нет, нет. Здесь царила тишина. Господин Бондаренко. Мыши часто грызли посылки и письма, и кот, которого наняли на работу, пришелся весьма кстати. Абсолютно верно. Я вас поздравляю 1-0 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, в весенних играх страховая компания BNB Insurance гарантирует, все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, получат выплату по страховке в размере 200 тысяч рублей. BNB Insurance искренне ваша страховая компания. Интересы телезрителей защищает генеральный директор страховой компании BNB Insurance Борис Медник. Добрый вечер, господин Медник. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, знатоки. Добрый вечер, господин ведущий. А интересы знатоков сегодня, как и всегда, защищает заместитель председателя правления МТ-банка Валерий Смолик. Добрый вечер, господин Смолик. Добрый вечер, господин ведущий. Уважаемые телезрители, рад сообщить вам, что третий год подряд с нами официальный партнер программы «Что, где, когда» МТ-Банк. Кстати, весенние игры имеют призовой фонд, который составляет 35 миллионов рублей. А МТ-Банк предоставляет уникальную возможность для держателей кредитных карт МТ-Банка в течение 30 дней пользоваться деньгами бесплатно. Это так, господин Сновик? Да, господин ведущий. Более того, я раскрою секрет. Если на 30-й день погасить кредит и взять его снова на 31-й, то вы будете и следующие 30 дней пользоваться бесплатно, и следующие 30 дней. Всегда 0% за 30 дней. С карты МТ-Банка делать покупки легко. Открыл большой секрет банковской системы. Второй раунд. Господин Галыгин. Да, господин Галыгин. Вы уже в третий раз принимаете участие в играх нашего клуба. А что вас заставляет садиться за стол вот снова и снова? Еще и еще. Долги, господин ведущий. Вы чем-то детям белынишским задолжали? Я думаю, что все мы им задолжали. И если есть шанс немножечко хотя бы внести лепту, я считаю, что это святое дело. Красиво сказали господин Галыгин. Я так думаю, господин Галыгин. Брест. Посмотрим, что вы думаете на вопрос экономиста Дмитрия Миховича из города Бреста. Мстислав Ростропович, когда его жена Галина Вишневская родила дочь, попросил не давать новорожденной имя Екатерина. Как он сам выразился, по серьезным техническим причинам. Внимание, вопрос. А что же это за такие технические причины? Это связано с его профессией. С Виланчель. 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 Техническая Екатерина. Екатерина. Может, это гамма какая-то? Екатерин. Деньги были кассенькие. Может, он опасался ассоциаций с Екатериной. Екатериной Второй, Екатериной Медичи. Кто еще там был? Знаменитые Екатерины какие-нибудь? Техническая причина. Попросил не давать техническая. Техническая причина. Что мешает играть на Виланчеле? Порванная струна. Канифоли нет. Что там еще? Смечок. Смечок. Пробитая Екатерина. Екатерина, форма Виланчели. Да-да-да, чтобы была не похожа. Похожа на скрипку. Форма Виланчели похожа, может быть, такая же полная, как Екатерина Империатрица. И тогда почему? Он не хотел, чтобы дочь была такой некрасивой? Наверное. Может быть, я не знаю. Тоже не техническая причина. Это не техническая причина. Екатерина Великая все-таки, да. Что значит Екатерина? Греческая это? Тишина в команде. Господин Галгин, давайте вы будете отвечать на этот вопрос. Потому что, я так понимаю, нет у вас версии за столом сейчас. Помощь клуба тоже взять не можете. Вы выигрываете. А вот, вы знаете, перед вашим ответом я попрошу, напротив вас едет господин Гришковец. Господин Гришковец, вот раза три. Ну, вот поговорите, вот как будто вы зовете кого-то. Екатерина, Екатерина. Екатерина. А еще? Катенька. А еще? Катюша. Нет, а полным именем. Екатерина. Хорошо, спасибо, господин Гришковец. Господин Галгин. Да. Отвечайте. Мы считаем. А повторите, пожалуйста, вопрос. Какие технические причины были? Я могу ответить, кто будет отвечать на вопрос? Ну, либо вы, либо Гришковец. У нас два варианта. Я думаю, что Евгению мы предоставим слово. Господин Гришковец, давайте. Вы вспомните, он же картавил. И поэтому... Как картавый человек, говорю, что... Конечно, ему было сложно. Просто у меня такая картавость, когда я мягкая говорю. Нормально, Катерина, нормально. А вот уже... Катюша. А вот Варвара уже лажа. Уже тяжелее, да, господин Гришковец? Абсолютно правильно. Молодец, господин Гришковец. Догадался. 2-0 в пользу команды Вадима Галыгина. Это правильный ответ. Я так понимаю, это господин Янковский, наверное, тоже там золныбался в какой-то момент. Да, вы тоже догадались, господин Янковский? Видите, надо просто, на самом деле, покрутить вопрос на языке. И он сам родит правильный ответ. Хорошо. По окончании игры компания BNB Insurance определит лучший вопрос игры. Автор этого вопроса получит 1 миллион рублей, господа. Господин Медник, так получается, что благотворительные игры всегда заканчиваются в пользу играющей команды. А вы, как защитник телезрителей, довольны этим результатом или нет? Я считаю, что должно отыграть максимальное количество вопросов. И тогда BNB Дом получит больше денег. Поэтому пусть будет 6-5, да? Да. Как лучше. Ваше пожелание учту. Причем не важно в какую пользу, ведь правда, господин Медник? Ну, хотелось бы, чтобы в нашу пользу, господин ведущий. Хорошо. Господин Смолик. Да, господин ведущий. А вам не кажется, что благотворительная игра и честный, без натяжек победа, это, в общем-то, синонимы должны быть сегодня? Абсолютные синонимы, собственно говоря, как и все предыдущие благотворительные игры, я считаю. Господин Смолик, я знаю вас как человека высокой порядочности, поэтому прошу последить за подсказками. Господин Супранович сзади там стоит, со своей командой, которые рвутся в бой. Следите, пожалуйста, чтобы госпожа Рабкина не подсказывала. Я прослежу, чтобы кроме меня никто не подсказывал. А за вами проследит господин Медник. Да? Господин ведущий, можно вопрос? Да, господин ведущий. А почему вообще вот эта тема сейчас была поднята? Мы играем сейчас в вопросы какого-то второго сорта. Почему вы так считаете? Ну, потому что вы так обращаете внимание на... Господин Галлигин, видно, что вы редко бываете на родине и редко смотрите наши игры. Мы с господами Медником и Смоликом регулярно обсуждаем про то, какие знатоки у нас умные и постоянно отвечают на вопросы. А мы с господином Медником призваны защищать интересы телезрителей, поэтому, конечно же, желаем победы телезрителям. Господин ведущий считает, что постоянно кто-то стремится подсказать знатокам, но это не так. Все дают им шанс высказаться самостоятельно. Господин Смолик, вам виднее, а мне слышнее. На телеканале ОНТ весенние игры «Что, где, когда» благотворительная игра. Счет 2-0 в пользу команды Вадима Галыгина, который сомневается, что это на самом деле сложные вопросы, хотя вопрос Катерины, на мой взгляд, нелегкий был, господин Галыгин. Тем не менее, вы на него ответили. Молодцы. Третий раунд. Уважаемые телезрители, чтобы прислать вопросы знатокам, вы можете воспользоваться нашими сайтами. Посмотрите, www.ont.by, это сайт телеканала ОНТ. И www.tvigra.by, это сайт нашего клуба. Господин Галыгин, я уже немножко упомянул. Вам я хочу просто напомнить, что в случае, если ваша команда проигрывает в счете, вы один раз за игру можете воспользоваться помощью всего нашего клуба. Это означает, что у вас будет 20 секунд на то, чтобы клуб вам помог разгадать вопрос. И все-таки Синегова. Господа, против вас играет Наталья Розум. Поселок Синегова, Минская область. Индейцы племени майя использовали какао-бобы в качестве денег. А если цена была на что-то высокой, господин Галыгин, то бобы считали целыми стручками. Внимание, вопрос. А какие преступники появились в результате таких сделок? Которые делали стручки. Нет, наверное, они подделывали, может быть, пустые стручки. Да, пустые стручки. Ну, если он в стручках. Не бобы, а что-то как... А как это можно подделывать? Хорошая версия, еще. Еще, еще, еще. Вынимали, понимаете, это есть стручки с другим чем-то, с горохом, с бобами. Что может быть похожа на какао-бобы на стручки? Ну, подделка, есть эта версия. Еще, майя, майя, рис, кукуруза, какие-нибудь фасолевые все-таки там есть. Бобы какие-нибудь там, не знаю. Потому что вот так вот в каждое вкладывать что-то, это очень трудоемко. Чечевица там, бика какая-то. Сколько людей нужно. Если они похожи реально, их там можно в другой цвет окрасить. Или подсовывали другие, возможно. Вот другие подсовывали. Не бобы, а там, может, какая-то акация. Ну, все равно, в какой случае эти доставали, продавали отдельно, в стручки и вкладывали. Тишина, тишина. Господин Галыгин, я хочу предупредить, счет 2-0 в вашу пользу. В прошлый раз я вам дал с господином Гришковцом, даже, видите, вы отвечали, потом Гришковец отвечал. Поэтому, пожалуйста, давайте сейчас точный, конкретный ответ на этот вопрос. Назначайте отвечающего. Отвечать буду я. Прошу. Повторите, пожалуйста, вопрос. Господин Галыгин, да вы все сами уже 50 раз у команды спросили за время обсуждения, какие преступники появились в результате таких сделок. Какие преступники? Да. Появились преступники, которых можно было в то время назвать фальшивомонетчиками. Они каким-то образом из дорогостоящих цельных стручков какао доставали. Семена продавали отдельно, а подделывали вот эти стручки, ну, скажем так, всовывая вместо настоящего какао внутрь что-либо. А вам же господин Янковский говорил, что это очень трудоемко. Ну, высокие ставки, господин ведущий. Вы представляете, о каких... Господин Галыгин, и вообще, кто сказал, что труд фальшивомонетчика прост, правда? Да. Я с вами согласен. 3-0 господин Галыгин. Господин Янковский, я вам поясню, что если бы господин Галыгин сейчас не уточнил, что в пустые стручки засовывали иные плоды, я, конечно, бы не смог засчитать этот бред, потому что понятно, что они бы по весу бы тогда отличались эти стручки. Да, поэтому браво, господин Галыгин. Уважаемые телезрители, в зале присутствует команда-финалист весенних игр, это команда Алены Повышевой. Госпожа Повышева. Сегодня именно вы поможете господину Смолику определить лучшего знатока сегодняшней игры. Смотрите внимательно, господин Шевцова, помогайте капитану, как всегда. Мы постараемся. Четвертый раунд. Господин Гришковец, как ваше ощущение в роли игрока клуба «Что, где, когда»? Ну, как внутри телевизора, да, такое ощущение. Все хорошо? Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вам комфортно вообще вот играть за игровым столом, вслух думать? Нет. Очень многие стесняются этого. Я тоже стесняюсь. А почему тогда думаете вслух? Надо. Потому что надо, действительно. А что я тогда припехся бы сюда? Логично, господин Гришковец. Давайте посмотрим на игровой стол. Витебск. Против вас играет пенсионерка Татьяна Корзун, город Витебск. Среди разнообразных занятий многих бедных граждан Рима был один своеобразный способ хорошего заработка. Для этого нужно было с утра отправиться, ну, например, в большой цирк, где должны были состояться кровопролитные сражения гладиаторов. Внимание, вопрос. А как же бедные римляне зарабатывали деньги на подобных зрелищах? Ставки какие-то, да, это первое что-то. Потом они могли разносить, что-то, что-то, воды, ставки тоже, может быть. Бедные, а что им ставить-то весь ангел? Да, согласен, да. А что разносить? Ну, что, может... С утра, они с утра справлялись в лимонад. Они прямо рано утром шли, чем что-то торгуют. Может быть, что-то пекли там. Бедные, они ничего не... Цирк, цирк, это гладиаровские бои. Бои, да. Может, что-нибудь гладиатором делали? Массаж. А как зарабатывать массаж, да, какой-нибудь. Мечи продавали, да? Ну, типа хлеба что-то там. Разнощики. Хлеб. Ну, в общем, короче, они что-то приносили обслуживать зрителей, наверное, да? Да, разнощики, наверное, сказали. Что еще версии? Может быть, просто приходили... Подметали арену. Места занимали. А, вода. Самое простое. А, занимали места, кстати. Они приходили и держали лучшие места для богатых клиентов, возможно. И продавайте. Хорошие, да. Места? Еще, еще. Хлеб, подожди. Массаж... Ну, массаж... Там были свои массажисты, там были... Нет, массажисты. Нет, массажисты на воду должны были заранее принести. Нет, скорее всего, что... Тишина, тишина в команде. Занимали места. Тишина. Господин Галкин, с кем вы вечно советуетесь там? С партнерами по команде. А это надо во время минуты делать, Вадим. Извините, пожалуйста, я просто... Кто будет отвечать? Можно ли звук об окончании времени давать чуть громче? Я плохо слышал, правда. Отвечать будет... Не отвечал еще Владимир Цеслер. А, у вас так, по такому принципу. Может, ему подарят хорошую книгу. Мы же в прошлый раз выяснили, у господина Цеслера все хорошо с книгами. Уже в прошлый раз подарили. С картинками. Они обе хороши. Прошу, господин Цеслер. Ну, меня сами выбрали, поэтому, если что, не обессудьте. Значит, по-видимому, раз они приходили заранее, единственная версия, значит, они должны были занимать места. Потому что, если бы они разносили там воду или еще какие-то продукты, значит, они, скорее всего, пришли бы вовремя. Значит, заранее это только для того, чтобы занять кому-то место и вот таким образом, как бы, заработать на этом. Ну, вот такой ответ. Внимание, правильный ответ, господин Цеслер. Понимаете, в чем дело? Богатые римляне приезжали в цирк, когда им заблагорассудится. Оплатили они небольшие деньги бедным римским гражданам, которые приходили рано утром заблаговременно занимать места для богатых римлян. Абсолютно верно. Господин Галыгин, это ваша была догадка на 50-й секунде. И господин Бондаренко вас в этом поддержал, насколько я понял. Браво, господа, 4-0. Вы играете лучше, чем играют знатоки белорусского телеклуба «Что, где, когда». Вот что такое боевой настрой. Господин Смолик, ни для кого не секрет, что есть хорошая традиция в нашем клубе. Знатоки всегда получают от вас какое-то хорошее издание. Что у вас на этот раз приготовлено? Да, я сегодня немножко изменил свои традиции. Обычно это раритетное издание. Сегодня недавно мне на глаза попалась книга, я ее с удовольствием прочитал. Скорее, не старинная книга, а о старинных событиях. Событиях белорусской истории. Знаете, этому жанру положили начало такие авторы, как Дэн Браун и в России Борис Акунин. Такой квест, загадка. И вот, оказывается, и о нашей истории наконец написали авторы. Это одна из самых известных историй белорусской, ну, известных, скажем так, событий белорусской истории загадочных. Из истории князей Радивиллов, книга по следам апостолов. Европейского автора Эндрю Олдвика. И я надеюсь, что любому из членов команды, кто сегодня выиграет, будет очень интересно почитать. Спасибо, господин Смолик. Отличный приз. Пятый раунд. Господин Смолик, напоминаю вам на всякий случай состав этой прекрасной команды. Ольга Богатыревич от Уплавасии. Владимир Янковский. Евгений Гришковец. Владимир Цеслер. Вячеслав Бондаренко. И капитан команды Вадим Галыгин. Господин Смолик, кого-то выделить уже можете к этой минуте? Очень ровно играет команда. Четыре вопроса, четыре разных человека, четыре правильных ответа. Отличное обсуждение. Но я тем более сижу, стою как раз за спиной у тех игроков, кто еще не отвечал. Я вижу, что они тоже правильные версии пишут в своих блокнотиках. Поэтому на самом деле выбрать будет очень сложно. Ну уж смотрите тогда внимательно. А у нас Могилев. Против вас играет Михаил Бас. Город Могилев. Внимание! Сандра Боттичелли. Вот вы видите перед собой произведение. Господин Галыгин. Да. А какое произведение вдохновило художника на написание этой картины? Город Солнца. Нет, это что-то связано с... Там девять кругов ада. Данте? Данте? Божественная комедия. Да, божественная комедия. Это что там? Там были круги... Девять кругов ада. Сколько там кругов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Подождите, это вообще не... Вавилонская башня какая-то. Нет, 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 это вот что-то... Но утописты, знаменитый роман Город Солнца, о будущем. Нет, это утопистов. Нет, ну это похоже, но тем не менее, посмотрите, это какой-то знак, где это что? Это какой-то колпак, в котором находится... Это город Солнце. Это, скорее всего, это земля, да, голубой. Утописты, Город Солнца. Это Данте. С Кампанелой как-то это связано, да? Город Солнца. Божественная комедия. Божественная комедия. И что, а вопрос как звучит? Какое произведение? Произведение на создание, что вдохновило. Какое произведение она вдохновила его? Божественная комедия, наверное. Божественная комедия, да? Ну да. Господин Галыгин, кто будет отвечать? Отвечать будет Владимир Цеслер. За все будет отвечать господин Галыгин. Он это нарисовал, пусть и отвечает. Ну вот есть такой девять кругов ада. Это Данте произведение, божественная комедия. Возможно, вот Данте и послужила для этой картины. Господин Цеслер. Внимание, правильный ответ. Я, насколько понял, это была как раз ваша версия. Сандро Боттичелли в 1481 году показал ад. Таким, как его себе представлял Данте в своей известной поэме «Божественная комедия». Браво, господин Цеслер. Энциклопедические знания. 5-0. Ну что ж ты с ними поделаешь? Все это команда знает. Итак, господин Галыгин, я считаю, что вы заслужили приятный сюрприз. Все-таки 5 подряд правильных ответов. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. КОНЕЦ Я благодарю, не побоюсь, такого определения виртуоза Сергея Шептунова. На телеканале ОНТ весенние игры «Что, где, когда». Благодарительная игра. Счет пока разгромный для наших зрителей 5-0 в пользу команды Вадима Галыгина. И не сказать, чтобы и подсказки были, не сказать, что время тянут. Все всерьез, господин Галыгин. Мы начинаем шестой раунд. Сегодня у нас в гостях ведущая телеканала ОНТ Люся Лущик. Добрый вечер, госпожа Лущик. Добрый вечер, господин ведущий. Госпожа Лущик, вас мы просто не истребим от тяга к интеллекту и к прекрасному. За столом клуба опять звездная команда, снова Вадим Галыгин, а в студии у нас опять госпожа Лущик. Это совпадение? Это совпадение. То есть вы не скажете, что вы сознательно шли посмотреть, как играют ваши коллеги по церкви? Посмотреть на Вадика Галыгина. Нет. Но я хотела сзади, да, с затылок. Нет, я шла поддержать эту команду, потому что мне очень нравится, как они играют. Госпожа Лущик. Вы знаете, мне тоже очень нравится, как она играет. Давайте пожелаем друг другу еще долго наслаждаться сегодня игрой этой команды. И удачи. И удачи, конечно, когда я буду там в будущем. Господин Галыгин, вы понимаете, на что я намекаю? Да, господин ведущий. Но я вас не призываю не отвечать на вопросы. Я думаю, все понимают, на что вы намекаете. Как-то очень резво начали, никто не ждал от вас такой пройти. В том-то и дело, поэтому я и спросил про второсорсность. Муравилье. Господин Галыгин, против вас играет Виктория Береснева. Поселок Муравилье, Могилевская область. Знакомое лицо. Периодически этот зритель появляется у нас на экране, его фотография. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится то, о чем испанцы придумали такую вот загадку. Стала черной я недавно. Ты в ладонь меня возьми и, сжимая пальцы плавно, каплю золота найди. Внимание, вопрос. А что в черном ящике? Стала черная недавно. Смола, смола, которая превращается в янтарь. В янтарь. Там у них нет янтаря. Нет, в Испании. Что есть в Испании? Мясо, нефть и золото. Живописцы? Живописцы, что? Ты в ладонь меня возьми. Стала черная недавно. Стала черная недавно. Я недавно. Она. Да, она. Это она. Каплю, нефть. Нефть, она? Тогда нефть как? Нефть. А, это нефть. Может, какие-то... Стала черная я недавно. Что может быть? Что мы знаем черная вообще в Испании? Черная. Черное дерево. Черное дерево. Небольшое что-то. В Испании, значит, носила черную резерву. Стала черная я недавно. Каплю золота. Вот что, значит, каплю золота? Каплю золота возьми. Каплю золота возьми. Монахини? Нет, уже... Тишина в команде. Тишина полная. Господин Галыгин. Итак, загадка. Кто будет давать отгадку? Отгадку будет давать... А мы можем взять помощь клуба? Нет, конечно же. Вы ими говорите. Господин Галыгин, давайте быстрее уже ответ. Ну, я попробую ответить. Давайте. В Испании, насколько мы знаем... А ведь там уже подсказки. А ведь там уже подсказки, господин Галыгин. У нас нет ответа, господин ведущий. Ага, ну и хорошо. Внимание, правильный ответ. Господин Галыгин, по крайней мере, это честно с вашей стороны. Я слышал, как кто-то шептал там, вам нашептывал. А вот интересно, кто это был? Мы ничего не слышим. Если бы уж кто-то нашептывал, поверьте, я бы ухватил. Я думал, может, госпожа Богатыревич догадалась, и там вам что-то... Потому что женский такой шепоток раздавался где-то у меня в наушниках. Ну, она могла бы. Она могла говорить в полный голос. Я понял. Господин Галыгин, сейчас вы поймете, как все было просто. Конечно, версия господина Янковского с монахинями меня поразила. Солочелый, да ты... Солочелый. Да-да-да, стала черной я недавно. Ты в ладонь меня возьми, господин Янковский, и сжимая пальцы плавно каплю золота найди. Испанцы так поэтично говорят... Это же Испания, не зря капитан после 20 секунд вас мучил. Давайте откроем черный ящик. Масло. Оливковое масло. Но это Испания, не Италия. О маслинах так говорят, конечно же. Была оливка зеленая, стала черненькой. А внутри капелька масла. Господин Галыгин, чуть-чуть, вы не догадались, 5-1. Я поздравляю Викторию Бересневу с поселка Муравилье, Могилевская область. Она первый телезритель, который зарабатывает сегодня деньги своим собственным умом. Каждый телезритель, который выиграет сегодня у знатоков, заработает 500 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, я напоминаю, на наших сайтах www.ont.by и www.tvigra.by вы можете задать интересующий вас личный вопрос любому знатоку клуба. А у меня есть несколько вопросов для игрока этой команды Ольги Богатыревич. Раз уж она у нас такая шептунья. Госпожа Богатыревич, как ваши ощущения за игровым столом? Добрый вечер, господин ведущим. Вообще колоссальные какие-то потрясающие впечатления, честно говоря. И очень необычные, потому что чаще всего я наблюдаю за игрой знатоков за этим столом. Столом, конечно же, дома, сидя на диване, в комфортной для меня обстановке. Но вы и у нас частый гость. Ну да, но это все равно в качестве болельщицы, да, это совсем другое. Тут гораздо сложнее. И больше всего давит груз ответственности, чтобы не подвести тех деток, которым пойдут, надеюсь, пойдут все-таки те деньги, которые мы сегодня выиграем. Пока непонятно, госпожа Богатыревич. Пока еще 5-1. Я надеюсь. А вот скажите, Ольга, многие считают, что красота мешает интеллекту. А вы как считаете, это связанное как-то явление между собой? Это, на мой взгляд, это слишком устарелый стереотип, чтобы даже об этом говорить, господин ведущий. Вот правильно, потому что мне много вопросов задают. Говорят, вот у вас звезды, такие все красивые. А видите, у нас какие звезды еще и очень умные. А сейчас, внимание. Судьба главного приза весенней серии игр 2011 года определится в финальной игре, которая состоится уже через неделю. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит малую хрустальную сову и денежный приз в 5 миллионов рублей. Если же в финале победят телезрители, то малую хрустальную сову и 5 миллионов рублей получит лучший игрок этой команды, автор лучшего вопроса. Седьмой раунд. Сегодня у нас в гостях председатель Союза писателей Беларуси Николай Иванович Чергенец. Добрый вечер, господин Чергенец. Добрый вечер. Господин Чергенец, а вы знаете, что ряд вопросов к нам приходит и в том числе и от членов Союза писателей? Они это умеют. Они с вами советуются? Вы редактируете им? Нет, они просто любят задавать вопросы. Скажите, господин Чергенец. Господин Чергенец, вы так с таким усталым видом говорите, что, я так понимаю, вам приходится на них отвечать периодически. Каждый день. Каждый день. Ну, я хочу вам пожелать, чтобы у вас это достойно получалось. Спасибо. Я, например, сегодня чувствую хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Это означает, что молодеем мы с вами, господин Чергенец? Ну так. 1 апреля можно все говорить. Можно реплику, господин ведущий? Можно. Дело в том, что один из участников Союза писателей сегодня за игровым столом. Это я. Тем более, шеф поддержать писатель. Я вхожу в школьную программу, я вхожу в школьную программу. А господин Гришковец тоже писатель, но член не Белорусского Союза писателя. Нет, я не член Союзов никаких. Меня не звали. Ну, как минимум, вы член команды Вадима Галыгина. Это уже неплохо, господин Гришковец. Давайте посмотрим на игровой стол. Волчок указывает, стрелка волчка указывает прямо на Минск. Против вас играет школьница Елена Рапорович, город Минск. Господин Галыгин, в снаряжении каждого воина армии Чингисхана были копье, меч, два лука и сотня стрел. Стрелы эти были разных видов. Одними стреляли на большие расстояния, другими пробивали металлические доспехи. Внимание, вопрос. А для чего воины Чингисхана использовали третий вид стрел? Зажигательные. Для того, чтобы зажигать какие-то деревянные объекты внутри рассаждаемого города. Или еще сообщение какое-то, которое нужно... Или пересыловые, типа, агентационные, как снаряды сейчас есть. Но, скорее всего, они какую-то смолу привязывали к стреле. Понятно, зажигательные. Зажигательные, почтовые. Стрелы, стрелы. Три виды. Что еще может быть? Стрелы. Мне очень нравится версия информации. Передавать информацию. Ну, да, да, почтовые. Почтовые. Может быть, какие-то тяжелые такие пробивать что-то очень... Ну, они не так металл, но бронебольные. Нет, тяжелые, которые металл пробивают. Вторая версия. Может, сигнальные какие-то, вот как ракеты. Вот сигнальные. Так это есть для информации. Нет, ну вот есть информационные. Это могли там какие-то, типа, сдавайтесь. Нет, я думаю, нет. Сигнал... Поджигали. Поджигали. Армия была большая, огромная. И чтобы какая-то часть видела, как... Чтобы руководить боем, чтобы руководить боем. Зажигательные все-таки? Нет. Тишина в команде. Тишина. Все, господин Янковский, уже поздно. Прошу вас, кто будет отвечать? Я думаю, что будет отвечать господин Янковский. Прошу, господин Янковский. Нам кажется, что третья... Так как армия Чингисхана была огромная, около миллиона, и она всегда заполняла огромное расстояние, чтобы руководить, стратегически руководить боем, необходимо было какой-то части армии давать какие-то сигналы. Там, идти вперед. И эти стрелы были сигнальные. Сигнальные стрелы. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Очень красивая версия, господин Янковский. Но неправильно. Господин Янковский, в бою-то ведь все средства хороши, не так ли? Да. Первые два вида стрел хорошо справлялись с физической стороной дела. Поражали врагов, как мы уже с вами рассказали. Одни стреляли на большие расстояния, другие пробивали металлические доспехи, как бы при ближнем бою использовались. А вот третий вид стрел, господин Янковский, был оружием психологическим. При полете такие стрелы издавали свист, устрашающий врагов. Враги в страхе разбегались. Вот такие стрелы, господин Галыгин, были в армии Чингисхана. 5-2. А ведь эта школьница Елена Рапорович вам вопрос задавала. Вычитала же где-то, из города Минска. Я поздравляю Елену Рапоровичу, она зарабатывает 500 тысяч рублей своим собственным умом. Господин... Восьмой раунд. Господин Галыгин, видите, как бывает? Вроде бы так вы на сложный вопрос про римлян ответили. Еще парочку сложных вопросов. А вот чуть более простой, и вы уже подрасслабились. Господин ведущий, если бы в наше время как бы бизнес, который был придуман в древнем время, сохранился до сих пор. А вот по поводу устрашающих вот этих, если бы было сейчас вооружение, которое бы издавало звуки, чтобы враг сразу разбегался, я думаю, что его бы приняли на вооружение не только в Беларуси. А оно было, господин Галыгин, во время Второй мировой войны на многие самолеты даже и снаряды были специальные. Нет, они просто создавали такие звуки, что у людей чувство паники и ужаса создавалось. Давайте посмотрим на игровой стол. Молчок остановился уже, пока мы тут с вами разговаривали. Пустой сектор по стрелке Калинковича. Против вас, господин Галыгин, играет пенсионерка Мария Глушак. Город Калинковичи, Гомельская область. Госпожа Глушак не прислала нам свою фотографию, как вы видите. Но зато прислала нам свой видео-вопрос. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Меня зовут Мария Александровна. Живу я в городе Калинковичи, Гомельской области. У меня к вам вот такой вопрос. Согласно легенде, на монахов одного из католических монастырей совершенно неожиданно с небес посыпалась манна. И они, недолго думая, испекли из нее вкусный хлеб. А в благодарность за такой небесный дар монахи сложили на груди руки и воздали хвалы Всевышнему. Потом решили, что выпекать сдобный хлеб будут именно в такой форме. Внимание, вопрос. Как сложили руки на груди монахи и какое кондитерское изделие выпекается вот в такой форме? Спасибо за внимание. Желаю вам удачи. Как они, рогалики? Крендель, может быть? Крендель, вот так, крендель. 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 Который вот такой, у них же это неописие. Да, да, да. А что это за странная форма благодарности Господу? Может быть, вот так все-таки? Это тоже крендель, нет? Нет, вот так. Это не крендель, это уже не крендель. Хорошо, подождите, крендель, что еще? Ну, крестом они явно монахи там сложили. Ну, вот крест я бы предлагал. Крест. Ну, что это? Как плетенка какая-то. Что это? Крендель. Крендель, да, да, вот. Крендель, хорошо, есть крендель. Давайте, что еще крестом? Бублик есть, что еще есть? Хлеб, хлеб, хлеб. Благодарность, что... Какие кондитеры? Крендель как раз такая католическая история в католических старых они будут. Вот так. И что, пельмень, что это? Вареник. Чебурет, да. Да, чебурет, да. Не чебурет же, да, действительно. Ну, крендель. Крендель, кто будет отвечать? Кому скажет? Давайте. Давай, давай. Господин Галыгин. У вас там, так, я так понимаю, две с половиной версии, в общем-то, таких общих и одного времени. Ну, в общем-то, отвечать будет у нас Ольга. И так как она больше разбирается, на мой взгляд, в хлебопроизводстве, вы имеете в виду такую легкую припухлость на ее щеках? Нет, я имею в виду ее замечательные руки, которыми, я так думаю, удобно выпекать различные вкусности. Господин Галыгин, все, не продолжайте. Давайте мы послушаем госпожу Богатыревич лучше. А еще по-болгарски девушка булка. Господин Цехер подсказывает, что по-болгарски девушка булка, поэтому отвечает Ольга. Хорошо. Там уже руки на груди складывали, как вы понимаете. Да. А у нас ухем... Так, тише, 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 тише. Вы еще ответнее дали, а уже как-то вы... Неужели вы так уверены в правильном ответе, господин Галыгин? Господин ведущий. Да. Первое, что пришло на ум мне, и не только мне, поддержали эту идею все остальные игроки за этим столом. Больше всего это напоминает форму, которую... То, как они могли сложить руки на груди, это напоминает кренделик. А покажите, пожалуйста, как сложили. Даже был вопрос, как сложили руки на груди. Покажите, пожалуйста, госпожа Богатыревич. Как они это делали. Не подсказывайте, господин Галыгин. Ну, возможно, как-то так. Это вот я просто вижу, что вы краем глаза на Вадима коситесь. Нет, господин ведущий, ни на кого я кашусь. Так, хорошо. Итак, сложили руки на груди монахи вот так, а кандидическое изделие выпекается вот в такой форме. Крендель. Это крендель. Ваш ответ понятен, госпожа Богатыревич. Внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Внимание, ответ. Сложенные на груди руки вот таким образом напоминают восьмерку. А кондитерское изделие, выпекаемое до сих пор, крендель. Ну, буквально добуквенно, как-то допальнично, точечный и правильный ответ, госпожа Богатыревич. Господин Медник ничего не смог с ними сегодня поделать. 6-2 в пользу команды Вадима Галыгина. Еще становится 6-2. Команда Вадима Галыгина одержала красивую победу над телезрительными канала ОНТ. Команда Вадима Галыгина благодаря шести правильным ответам зарабатывает 3 миллиона рублей для Белынической вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставленных без подключения родителей. Господин Дериповский, я вас также поздравляю. Спасибо. Разрешите от вашего имени, от имени детей поблагодарить эту замечательную команду. Давайте еще раз полюбуемся на наших победителей. Ольга Богатыревич, последний вопрос, ваша догадка и ваш ответ. Владимир Янковский, очень яркая игра сегодня, я вас поздравляю, господин Янковский. Евгений Гришковец, замечательная догадка про Екатерину, положила начало победам этой команды. Владимир Цеслер, энциклопенические знания и суровый взгляд. Вячеслав Бондаренко, у вас отличный дебют, господин Бондаренко. Ну и, наконец, как всегда, не оплашал наш любимый капитан Вадим Галыгин. Браво, господин Галыгин. Я только хочу добавить, что пенсионерка Мария Глушак из Калинковича Гомельской области зарабатывает 500 тысяч рублей, несмотря на то, что не было правильного ответа на ее вопрос, так как она к нам прислала свой видео-вопрос. Именно так нам позволяет делать компания BNB Insurance. Спасибо и вам, господин Медник. Сейчас будет определён лучший игрок команды Вадима Галыгина. Госпожа Повышева, кого вы считаете лучшим игроком сегодня? На самом деле, господин ведущий, хотелось бы отметить, что команда звёзд с каждым разом играет всё лучше и лучше. И сейчас мы действительно видели отличную игру, достойную настоящей команды клуба. Ещё чуть-чуть и можно будет пускать господина Галыгина с командой в финал сезона. Мы считаем, что сегодня лучшим был человек, который не только давал собственные правильные версии, но и слышал всех за столом. Это господин Галыгин. Спасибо, госпожа Повышева. Вы знаете, но в первой части вашего текста я понял, что вам лишь бы самим на финале не играть. Кого угодно, хоть Галыгина бы на амбразору бросили. Господин Чергенец, я бы хотел бы услышать ваше мнение. Вы знаете, мне дезистора будет много, но я почему-то склоняюсь к тому, что лучшим могли бы назвать господина Янковского. Спасибо, господин Чергенец. Давайте послушаем ещё одну нашу гостью, госпожа Лущик. Я считаю, что лучшим был капитан команды, господин Галыгин. Всё-таки раскрыл я, за кого вы приходите здесь поболеть, госпожа Лущик. Господин Смолик, да, действительно, выбор нелёгкий, очень ровная игра, прошу вас. Да, выбор нелёгкий, действительно, сегодня команда сыграла как единый механизм, как одно какое-то слаженное такое звено. Но характерно то, что именно вопрос по легенде выиграл эту игру. И книга у нас тоже посвящена легенде, как я сказал, из истории князей Радзивиллов и белорусской истории. Поэтому я бы отдал главный приз Ольге Богатыревич, прекрасными руками которой можно не только выпекать кренделя, но и показывать их. Но и странички листать, господин Смолик. Да, но учитывая, что сегодня за столом собралась не только, скажем так, культурная элита, но и интеллектуальная, как выясняется, элита Белоруссии, многие из которых уехали за её пределы, МТ-банк решил в этот раз наградить всех игроков, и каждый из них получит по такой книге. Браво, господин Смолик. Особенно обрадовался господин Гришковец. Я поясню, господин Гришковец очень любит нашу страну, и очень частый гость у нас. Ведь так, господин Гришковец? Да, да, да. Эти книги, пожалуйста, господин Галыгин, раздайте всем своим игрокам. Господин Медник, кому достанется приз за лучший вопрос? Господин Гришковец, а можно не выбирать лучший вопрос, а деньги, ну, раз играл благотворительные, которые должны быть отданы за лучший вопрос, передать в Белоруссии школе? Безусловно, господин Медник, это ваше право. Таким образом, благодаря решению господина Медника, 1 миллион рублей, предназначенные как приз за лучший вопрос сегодняшней игры, передаются на счета Белоруссии школы. Господин Дереповский, я вас также поздравляю. Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе, но Волчок их не выбрал. Это вопрос от Эльвиры Безюкевич из Воронова, вопрос из Баку от Романа Аркадашвили, а также от Галины Переверзевой из Радашковичей, Натальи Дармашовой из Гродно, и в секторе эксперт лежал вопрос от Алексея Пиршкова. Все перечисленные авторы вопросов получают компенсацию от страховой компании BNB Insurance в размере 200 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, сегодня получилась красивая и яркая игра, а через неделю нас с вами ждет финал весенней серии. Как не сопротивлялась, как не переживала за другие команды, но тем не менее судьба распорядилась так, что в нем примет участие сильнейшая на текущий момент команда клуба, команда Алены Повышевой. А эта игра окончена. Спасибо за игру, господин Галыгин. Алены Повышевой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok